Вы матерый инди-разработчик. Ну там, C-Sharp знаете, JavaScript, кучу других страшных слов. И вот настал тот момент, когда вы решаете сделать игру пятилетки. Да вот только 3D-моделек запилить для вас некому. Не беда, вам поможет криворукий моделлер. Я расскажу вам, как быстро и безболезненно слепить 3D-контент для вашего шедевра. Меня зовут Дмитрий. Понеслась. Помните времена, когда от фразы «Шутан» про Вторую мировую тянуло блевать? Тогда их было вагон и еще до хера вагонов. Сейчас же, особенно среди инди-разрабов, такой жанр почему-то не в почете. Зато в Steam Greenlight можно найти симулятор мать его сэндвича. Но я надеюсь, не все так плохо и кто-то работает над подобным проектом. Моделить на эту тему можно всякое. Остановимся на грузовике тех времен. А в качестве лирического отступления скажу следующее. Я не специалист по технике Второй мировой, не автомеханик и не преследую цель воссоздать точную копию. В данном видео я хочу показать некоторые приемы при моделировании. Так что постарайтесь не прожечь стул. Погнали! Если вас не забанили в гугле, то вы без труда найдете чертежи почти любого транспорта. В данном случае они нужны для соблюдения пропорций. Думаю, что описывать то, как слепить два плейна и обмазать их текстурой этого чертежа нет смысла. Так что перейдем непосредственно к самой модели. Начнем с кабины. Крафтим обычный бокс и выравниваем его по чертежу. Конвертируем в Editable Poly и в режиме вершин подровняем все чуть более точно. Затем экструдируем этот полигон и продолжим настройку. Не забывайте, что ее нужно делать в разных плоскостях. Точно таким же макаром продолжим пилить нашу кабину. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чтобы немного скруглить ее в текстуре, в тех местах, где это необходимо, выделим следующие грани и применим чампфер. Хотите покруглее, ставьте значение сегментов выше. Я для примера остановлюсь на единичке. Забавно то, как эта фиговина напоминает ботинок. Кстати, чтобы делать объект полупрозрачным, жмите АЛЬТ-ИКС. Теперь снова подгоним вершины. Дальше запилим углубление там, где находится решетка радиатора. Выделим этот полигон и используем инсерт. А потом экструдим немного внутрь. То же самое сделаем и с окнами. С помощью квикслайса добавим грани в этих местах. И вертексами продолжим подгонку по изображению. Аналогично поступим и здесь. Чтобы дверь не сливалась с кабиной, выделим следующие полигоны и применим хинж from edge. Я думаю понятно, что делается это с обеими дверьми. А вот в этих местах сварим точки в одну. Выделяем и тыкаем в weld. Что касается окон, то можно замутить такую штуку. Выделим грани по углам. И жмем на чамфер. Настраиваем его примерно так. А места, где после этого появились лишние точки, починим с помощью weld. На данном этапе закончим ковырять кабину и припрячем ее, выбрав height selection, чтобы не мешалось. На очереди переднее крыло. Способов сделать его туево хуча. Я остановлюсь на следующем. Выбираем line, ставим галочки, чтобы лицезреть геометрию. Увеличим диаметр и уменьшим значение сторон до трех. Во вкладке interpolation steps поставим 4. Все-таки это low-poly модель. Ну и по изображению рисуем такую вот загогулину. Конвертируем и настраиваем все это поточнее. Полигоны с внутренней стороны и на срезах отправим в топку. Дальше выделим эти ребра и законнектим их одним сегментом. После чего немного приподнимем его. Теперь выделим верхние эджи и с зажатым шифтом тянем их в сторону. С нижними то же самое, только без шифта. Остается только заделать дыры на срезе и выровнять вертексы. Скопируем наше крыло и отзеркалим его. Способ создания заднего крыла точно такой же. Ну, теперь можно сделать кузов. Тут вообще все примитивно. Лепим бокс. После конвертации подстроим вершины. Затем применим инсерт на верхнем полигоне и экструдируем внутрь. Готово. Скроем его и приступим к созданию рамы. И хер его знает, что там находится и как оно выглядит. Поэтому я позволю себе немного отсебятины. Просто делаем бокс, коннектим грани по длине двумя сегментами и лепим что-то вроде этого. Потом копируем и добавляем еще несколько боксов, которые типа скрепляют эти две фиговины. К задней части привинтим бокс и доведем его до следующего вида. Более мелкими деталями займемся позже, а пока замутим колеса. Для этого нам понадобится цилиндр со значением сегментов по высоте 1. Что касается сторон, делайте хоть квадратные. Принцип создания от этого не меняется. Я остановился на 21, хотя можно было и меньше. Приконнектим эджи по толщине двумя сегментами и разведем их ближе к краям. После чего эти самые края уменьшим. Планируем сию заготовку для заднего колеса, так как оно будет слегка отличаться от переднего. С помощью инсерта и бевела выпиливаем форму нашего колеса. В случае слоу-поли достаточно только формы. Детали будут уже на текстуре. Задние делаем по той же схеме. При желании их можно замутить двойными. Для этого просто копируем и убираем лишние детали. После чего размещаем все эти пироги на свои места. Делаем копию всех колес и отзеркаливаем. Чтобы глянуть, что получается в целом, жмакаем Unhide All. Ну, на ботинок уже не похоже. Время скрафтить заднюю ось. Делаем цилиндр с десятью сторонами и конвертируем в Editable Poly. Выделяем точки с одной стороны и применяем модификатор с Fairify. Снова конвертируем и проворачиваем то же самое с другой стороны. После чего экструдируем полигоны с боков. На эти полигоны применяем Bevel. И выравниваем вершины по оси Z. А вертексы с боков по X. Здесь же прикрутим и карданный вал. Обычный цилиндр на шесть сторон экструдируем пару раз. Для этого места применяем Bevel. С рессорами все еще проще. Ну и переднюю ось в биндюрим. Подстроим под нее раму, чтобы эта шляпа не висела в воздухе. Дальше понатыкаем разной шантропы в качестве деталей. Тут особо и сказать нечего. Пару цилиндров, пару боксов, ничего особенного. Скопируем одно колесо и расположим его на место запаски. С боков воткнем пару боксов, функционал которых для меня остался загадкой. Ну допустим это бензобак самого экономичного грузовика на свете. Для бокса сзади делаем такую вот штуку с помощью инсерта и вэлда. Копируем, отзеркаливаем. И еще один бокс. В завершение истории с рамой впихнем глушитель. Берем лайн с шестью сторонами и рисуем такую вот палку. Конвертируем и располагаем поудобней. Для этого места применим бевел. Чтобы большая часть этой детали не левитировала, можно скопировать один из боксов на раме и подстроить под него. На очереди фары. И делать мы их будем из сферы. Ставим 15 сегментов и конвертируем. Выделим полигоны вот так и немного скейлим их. После чего применяем бевел. А из бокса сделаем простенькое крепление. Для задних стопов используем ее же. Просто слегка уменьшим. Ручки на двери делаем из простого бокса. А с помощью лайн и цилиндра прикрутим зеркала. И еще пару боксов для кузова. Вы спросите. Чувак, а где ты посеял передний бампер? Действительно. Провтыкал. Исправим? Тем более ничего хитрого в его создании нет. Берем старый добрый бокс. Коннектом добавляем пару граней по длине. И дергаем за вершины. Осталось только применить автосмуз там, где это требуется. А именно. Колеса, кабина, крылья. В общем на полигонах, которые смотрятся граненными. Как в случае с этим колесом. В итоге получился такой вот ботинок с колесами на почти 2680 полигонов. Если вычистить от лишнего, то можно уменьшить эту цифру почти на три сотни. Вангую, что одним из первых комментариев будет что-то из разряда «Что за херня? Покажи, как делать развертку». Окей, я покажу в одном из следующих выпусков, как сделать простую развертку для этой моделины. Но есть пара маленьких условий. Этот выпуск набирает 150 лайков на ютубе и 40 репостов в нашей группе ВК до 26 ноября включительно. Посмотрим, что с этого выйдет. Ну и не забываем вступать в группу ВК «Игроделы», где вы найдете еще больше уроков по 3D Max и Unity. Если вам понравилось видео, ставьте вымогательский лайк, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. С вами был криворукий моделлер Дмитрий. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok